Там полстраны, в принципе, родились при том, кто при Владимире Владимировиче, или выросли при Владимире Владимировиче. Да, мы все понимаем, что Владимир Владимирович был прав. Зачем нам нужен такой мир, если в нем нет места России? Следующий вопрос. А зачем нам нужна такая Россия, если в ней нет места русским? Страна фантастическая, страна огромная, самая большая страна в мире, самая богатая страна в мире. Вся таблица Менделеева, ну все есть, да, все есть для прекрасного развития. Все есть для того, чтобы по Менделееву в ней жило 500 миллионов человек. 500, 600, 600 даже, да, Менделеев. И Менделеев, в принципе, прав. В начале 21 века должно было жить 600 миллионов человек. Трудовые ресурсы в стране, там, 73 миллиона человек. А реально с ней здесь можно занять работой полноценно и 150 миллионов, там, и 180, и 200 миллионов. Говорю, страна-то фантастическая. Но в это время, в это время с 2014 года, вот по 24 год, в стране фантастический провал. Рождаемостью с миллион девятьсот пятьдесят тысяч, в этом году мы опустимся до миллион сто пятьдесят. Минус сорок процентов. Коренное население, вот, минус сорок пять процентов. Коренное. Ну, опять же, мы видим там в Чечне рост, в Дагестане рост, в Ингушетии рост. И если мы возвращаемся к исконно русским регионам, минус пятьдесят, минус пятьдесят, это не проблема, так ведь? Это катастрофа. Мало того, даже не катастрофа, это геноцид. Это геноцид русского населения. Все десять лет, да, падали доходы населения. Разваза, кредитованность населения. Повторюсь, особенно вот в исконно русских регионах. Да, что мы делали эти десять лет? Для того, чтобы как-то замылить проблему демографии, наши чиновники в регионах, да и, ну, понятно, и в Москве, да, начали массово выдавать паспорта мигрантам. Вот в прошлом году там сто семьдесят восемь тысяч паспортов только таджикам. Да, те начали завозить даже своих родившихся детей оттуда. Да, массовая рождаемость, да, среди мигрантов. Там три-четыре ребенка в семье, в отличие от Ленинградской области, где ноль восемьдесят восемь, СКР. То есть Владимир Владимирович, мягко говоря, экономический, социальный блок, обманывал. За последние там полгода я пять раз услышал от Владимира Владимировича, что его обманули его западные партнеры. Меркель обманывал, Алан обманывал, Минские соглашения обманывали, Рашири, НАТО обманывали. А кто же обманывал Владимира Владимировича внутри этой страны? Милые родные, кто на связи, кто спрашивает за своих бойцов, за своих мужей, отцов, сынов? Объясняли, блядь, про все это, что мы идем не воевать, мы идем на мясо. Меня просто решили истребить, и в связи с этим я не знаю, как мне быть, что мне делать. Пожалуйста, не ходите служить в МО, никогда в жизни. Продолжение следует...